Сегодня, 9 апреля, педагогам и гостям частной школы «Дарование» захотелось в прямом смысле объять необъятное и вместе с приглашенными спикерами максимально раскрыть тему научно-практической конференции «Формирование субъектности школьников в учебно-познавательной деятельности». Со слов руководителя кафедры иностранных языков школы Марины Михайловны Ежук, эта тема объемная, непростая, но одна из самых важных в процессе образования, жизненно необходимая. Тема потрясающая, огромная. Не каждый педагог, который даже проработал много лет в школе, до конца осознает и понимает, что же это такое и как к этому подступиться. Мы стараемся и в своей каждодневной работе развивать ученика не просто обучать, а давать ему жизненные навыки какие-то, правильно воспринимать мир, умение анализировать свои поступки. Ну, как любой педагог, любая педагога, как любой родитель, вы понимаете, о чем я говорю. И поэтому возникла необходимость в том, чтобы обсудить это, и чтобы наши педагоги обменялись опытом с педагогами других школ, показали то, как они это делают, откуда берут энергию, как творчески подходят ко всему. В конференции приняли участие более 70 педагогов не только из Москвы и области, но и других регионов России. Формирование субъектности школьника – это ключевой аспект в развитии личности ребенка. Важно, чтобы ученик не только получал знания, но умел их применять, развивал свои способности и интересы, принимал активное участие в образовательном процессе. На конференции были представлены различные подходы к формированию субъектности школьника. Эксперты поделились опытом работы, провели мастер-классы и дискуссии о том, как создать условия для самореализации каждого ученика. Особый гость конференции – автор и учредитель проекта «Талантвиль» Светлана Подьянова, город Москва. В общении с детьми используют технологию коучинга, опираясь на сильные стороны каждого ученика. Считают, что поддержка в обучении важнее критики. Коучинговые технологии я использую в своей работе с педагогами, вернее, с педагогами и с администрацией. То есть у нас не директивный подход, не авторитарное такое вот образовательное учреждение. Вот мы вообще мечтали быть бирюзовой организацией, где самоуправление – это первое, что должно быть, потому что мы приучаем детей к субъектности, самостоятельности. Соответственно, мы должны с педагогами так общаться, точно так же развивать в них субъектность, заботиться о них, развивать климат, чтобы каждый педагог был благополучен. То есть моя функция – именно делать так, чтобы педагогам было комфортно, и они были субъектны своей профессии. Кроме серьезных тем, участников конференции ждали увлекательные моменты – бодиперкуссия, искусство исполнения ритмов с помощью звучащих жестов, шутливый квиз, ярмарка рукодельных работ талантливых педагогов. «Невероятная атмосфера, что я могу сказать. Я счастлива, что у нас работают такие творческие люди, которые замышляют просто необъятное и стараются его объять. Чтобы зарядить позитивом и знаниями педагогов, которые уже потом, в полной наполненности, они будут нести детям, преображая их, преображая своих коллег. То есть, в общем-то, вот с этим мы и работаем». Евгения Дунина, Тихон Бузынкин, День города.